А ты общаешься со мной из компьютера, из телефона, или как у тебя? Или вебка? Алло, мужик. Ты меня слышишь, нет? Имеет какое-то значение? А я хочу, чтобы ты мне показал, как у тебя на улице там из окошка. Имеет какое-то значение? Прошу, чтобы ты показал мне, как у тебя там из окошка вид. Зачем? Зачем? Я никогда не видел Венецию в России. Хочу посмотреть. Зачем? У нас еще все в снегу. Что там смотреть? Снег кругом лежит. Покажи, ну не бойся. Ты же мужчина. В чем проблема? Покажи, я посмотрю. А зачем? Объясни, зачем? Мне интересно, в прямом эфире не через новости, как там затопил Оренбург, а в реальности. Посмотри, как это выглядит у вас. Я не в Оренбурге живу. Ну а вообще, что ты боишься? Покажи, да и все. Ну а зачем? Покажи ты с окошка свет. Ну давай, на, посмотри. Давай. Ну. Ну вот видишь, у вас все зеленые, а у нас еще не зеленые. Покажи, ты же мужчина, я тебе показал, давай. Ну зачем? Я не пойму. Какая связь между показать и мужчиной? Ну потому что я тебе показал. Какая связь? Теперь, поскольку я первый попросил у тебя, но показал первый я, по-мужски ты должен ответить тем же. Показать мне то, что я тебя прошу. Для чего это мне нужно? Я просто тебя прошу показать, не все? А если ты пернешь, я тоже должен пернешь? О, видишь? Ты секунд, значит. А старый дед в секунду. А в чем здесь секунду? А в чем здесь секунду? Бетрус. Ну в чем? Ты знаешь, что я с Оренбургом, у тебя уже показалось. А ты сказал, что ты не из Оренбурга. Ты видишь, боишься, ты сказал, что я не там живу. Так покажи мне фотку. Ну, Оренбург это регион, я живу в области. Покажи мне из окна, как у тебя выглядит это все. Покажи там местность, которую не затопляет. Вот сосед. Не, опусти вниз камеру, на землю. На землю покажи. Зачем? А зачем? Хочу увидеть, как вас затопило. Да не затопило нас, я живу в том районе, где я не затоплю. Так покажи, что ты боишься? Зачем, зачем? Ну, хорошо, затопило. Чего тебе легче стало? Я хочу это увидеть в прямом эфире. Покажи мне, пожалуйста. Ты сейчас на стриме находишься, понимаешь? Люди просят. Покажи. Какие вопросы все задают? Во-первых, хотят, чтобы ты показал, как там у тебя выглядит затопление. Чтобы мы это все увидели в прямом эфире, не из новостей. Как в Вене? Чего затопило? Вот я живу, вот мой пол в доме, видишь? Нет, 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 на улице. На улице, покажи камеру на улице. Не, не покажу. Я ссыкло. Русские все ссыкло. Не могу не согласиться, согласен. Скажи, как ты считаешь, вот два таких события похожих, да? В Украине тоже было затопление, ну от ракет ваших. А это как карма. Ты веришь в карму, в Бога, в причинно-следственную связь или нет? Нет, не верю. То есть ты не веришь, что есть причинно-следственная связь? Ты что-то наделал и за это отвечаешь? А как мы сдобили Украину? А ГЭС каковскую, как вы ракетами разбомбили, помнишь? А кто разбомбил ракетами? В смысле кто? Россией? Конечно. Ты можешь это доказать? Российские чмобики уже выставили в телефоне у себя, как они... Ты можешь это доказать? Послушай, уже есть видео. Ты можешь это доказать? Кто-то доказал уже. Уже есть видео с телефона убитого чмобика, где они подрывали эту дамбу. Это есть уже. Покажи, покажи. Если я тебе показываю, ты скажешь, извините, пожалуйста, украинцы. Я банить тебя не буду. Я не буду тебя банить. Нет, я говорю, ты извинишься перед украинцами. Хорошо, если я тебе покажу? Если ты докажешь, что это сделали русские, посмотрим. Конечно. Это с телефона чмобика вашего. А где видно, что это телефон нашего человека? А там сейчас все видишь, ваши военные, погоны ваши, все ваши. Ну и что, трудно одеть человеку нашу форму, что ли? Нет, так посмотри. Где официальная? Где официальная? Какой официальная? От кого? От кого официальная тебе нужна? От каких средств массовой информации? От украинских? Я не знаю. От украинских? Где документы? Не подпёрдывай. Не подпёрдывай. Смотри, есть люди, которые признались в этом. В чат-рулетках. Даже признались? На видео, конечно же. А где признание? А где признание? Набери в гугле, напиши, признание российских военных о подрыве дамбы. И почитай. Это же не тяжело вообще. Если ты мужчина на самом деле. Да причем что-то у тебя больный вопрос о мужчинстве. Потому что, как правило, россияне, они знаешь, как заявляют, что они такие грозные, а на самом деле как жуки навозные. Вот смотри, подрыв дамбы. Показываю тебе. На. Давай, давай. Стоял военный русский только что в камеру. А где ты видишь, что это русский? Только что. Ну а где ты видишь, что это русский? Слушай, ты пропустил самое главное. Не спеши, не перебивай меня. Но то плохо значит было слышно. Не перебивай мне. Не перебивай мне, я тебе показываю. Значит было плохо слышно. Значит было плохо слышно. Показываю тебе русского. Значит было плохо слышно. Ты можешь рот закрыть? Вот стоит русский В русской форме Там сапоги они показывают Вот смотри Ты сапоги показываешь Русская форма Не вижу Рука одна Форма российская Ты сливаешься Я не сливаюсь Это ты всякую херню покажешь И говоришь, что ты русский Ты всякую херню показываешь Кто контролировал дамбу в то время Кто контролировал дамбу в то время Я спрашиваю Кто контролировал дамбу в то время А я не знаю, наверное, наши Может ваши Вопросы есть? Если ваши контролировали, они там стояли Только что показывали себя же Где они ее подрывают И они ее подрывали Мы ее контролировали В чем вопрос Когда общаешься с россиянами У тебя куча доказательств, куча всего того, что ты можешь привести в качестве доказательств. Но россияне имеют такую наглость, а ты понимаешь, вот эта агрессивность монгольская тогда с вами смешалась. И вот сегодня вы понимаете, через свою агрессию и туповатость не может тебе принять нормальную информацию, которую вам подаешь. Что бы я не рассказывал, что бы не показывал, ты сейчас выключишься с любой ситуацией, потому что твоя фантазия переплевывает твой эгоцентризм. Отличное, дождевое настроение. Если бы не соседняя страна была бы вообще шикарной. Я не общаюсь на какие темы. На какие темы общаюсь? Да слушай, ты просто общаюсь с людьми по-человечески, шутим с ними. Давай просто о жизненных каких-то ситуациях пообщаемся. Обычно спрашивают, ты занимаешься мебельной? Я занимаюсь, смотри, у меня мебельное производство свое. Почему этим начал заниматься? Потому что у меня знакомый мой, ему уже лет под 65. И он сам выходец из СССР. Что имеется в виду? Он работал в мебельном производстве в СССР. А потом, как развалился совок, в независимой Украине начал продолжать этим заниматься. И его поставили начальником среди 16-15 цехов. Один цех чисто по раскроечному материалу, другой по поклейке кромки. Многие цеха делали и он не успевал. Он в таком был упаде. Он говорит, у меня этих 16 цехов, я ничего не успеваю сделать. Там воруют в одном цеху. А камер тогда не было, это же Советский Союз. Каких-то камер там поставить не было ничего. И когда я с ним уже начал работать, он говорит, «Слушай, я уже ухожу на пенсию, бери какой-то один цех». Он говорит, бери все цеха и развивай. Я говорю, я все цеха не потяну. Я реально шарю в ДСП. Это не дерево, не деревянное производство, а по ДСП там кухни, шкафы, купе. Кстати, предприятие, которое было 15 цехов, там из них 6 так вместе и работают, а те все по отдельности. То есть мне дали один цех, я взял его, я постепенно выкупил, оборудование поменял, все в этом цеху работаю до сих пор. И у меня доходы больше, чем давали эти 15 цехов вместе взятых. И получается, что там не только я взял, он раздавал. Одному отдал чуваку там цех по дереву, другому по токарному станочку. Там по-моему только 6 осталось, они как-то держатся вместе, что-то делают. У них какой-то пьяный директор как-то их развивает, но ничего не получают. Выходит, что так взял по чуть-чуть, каждому дал. И когда ты отдельно чем-то узким занимаешься, развиваешь его, оно намного больше прибыли может тебе дать, чем ты сразу всем занимаешься и за чем не можешь уследить. Как ты считаешь? Я с самого детства занимаюсь тем, что пою. Серьезно, ты поешь? Вокалист? Играю, выступаю. Ты первый человек, кто меня не узнал. Поэтому я сильно рад этому. Я тебя не узнал. А что, ты популярный чувак, да? Ну, кто-то говорит, да. У тебя канал свой есть? Канал лично своего у меня нет, я артист, мне не нужен канал. Ничего тебе не узнал? Инстаграм, менеджеры за ним наблюдают, там всякие посты. А у тебя, кстати, есть YouTube сейчас перед тобой? Я могу включить, да, у меня два монитора, я могу включить. Можешь написать в YouTube название группы одной, рок-группы? Давай. Это украинская группа, ничего? Я думаю, что я плохой человек. Я тебе пишу, как называется группа. Сейчас, подожди. Запиши себе в YouTube. Это по-украински написано. Там не нужно на i менять, да? Вот так, мурены. Рыбки такие, знаешь, в Египетском море плавают. Рыбки такие, мурены. В Красном море. А это группа, рок-группа у нас. У нас такая рок-группа есть в Украине. Не знаю такой группы. Ну вот зайди на их канал. В котором до 1000 подписчиков. Да-да-да, там только канал такой свеженький, он еще не развивается. Ага. Так, и что сделать? Ну какой-то, выбери там какой-то видос. Просто видос какой-то нажми, просто там, не знаю. Последний можно, предпоследний. Некогда. А там песни есть Герои называются, песни Герои. Повертайтеся, будь ласка, всі живі. Ялта, сыч, эстет. Тоха, Васо і Мурена, позивні. Ще зіграєм сет. Им-м-м. Тисячі до болю стоптанних слідів, І листи батькам. Жянгли розносять рідних молитви. Ну як ви, хлопці, там. Як ви, хлопці, там. Герои, герой, та ложі весни. Герой, герой Нездоланный ты Украинская сила И ветвага Наша Витповедь герою Слава Знаешь, что мне не нравится? Мне не нравится прямой политический Подтекст в песне Вот именно если он прямой А как у меня в группе Ты, наверное, слушал группу порнофильмов? Конечно Ну, говорят, там неплохо поют Ты из этой группы получается? Да Ты вокалист этой группы? Второй вокалист, да Потому что ту группу, которую ты слышал, это я там пою Да, я понял Я просто пытался оценить Борода у тебя такая была, знаешь, такая военная Я поэтому Слушай, ты слушал Крайнюю песню, которая связана с войной Понятно, там политический подтекст У нас вообще все песни припанкованные Там в основном какие-то взаимоотношения Между парнем и женщиной Девушкой, понимаешь? Любовь туда-сюда Студенческая любовь Ну, просто я на первую попавшуюся Открыл, которая, собственно, первая была То есть Подожди, а что я тебя не узнал? Порнофильма я знаю Своя ацетка, она абсолютно непредвзятая Это непредвзятая оценка Не потому, что ты украинец Или что-то еще Подожди, а где я тебя не вижу на сцене Смотри, вот порнофильм и чужое горе Пять месяцев тому Это же не ты поешь Нет, там же я не вижу Подожди, я второй вокалист То есть я не на всех выступлениях А в порнофильмах есть два вокаліста? Они меняются? Да Солист Друзья, как вы думаете, чего он смирся? Ви его узнали? Я этого чувака, например, не знаю Я группу порнофильмов знаю, но этого чувака не знаю А ціни в моей вокальной зібностях без питань Это его право Друзья, вы же знаете, что я спеваю Напишите, что вы думаете из этого привода Из моей творчества Група Муре, они называются Друзья, до речи, подписывайтесь Там осталось 40 человек до первой тысячи на канале Внизу же есть опис моего канала Подписывайтесь, вам не сложно будет, а мне приятно Теперь первая тысяча и мы дальше будем вызвать канал нашу Подписывайтесь Дякую вам, наперед всем Давайте начнем сначала Я из Карелии, вы откуда? Киевская область, Украина О чем беседуете здесь? Беседую о взаимоотношениях Россия-Украина, о войне Так, ну давайте поговорим Давайте поговорим Задавайте вопрос Зачем вы оккупируете территорию Украины? Когда и где? В тех местах, где стоят флаги сейчас, Российской Федерации В каком году? С 2014 по сегодняшнюю В 2014 году работала миссия ОБСЕ у вас на Украине И ни в одном отчете Миссия ОБСЕ не указывает присутствие Российской Федерации Насчет перебивания Насчет перебивания, вы сами первые начали перебивать С 2014 по 2022 год миссия ОБСЕ ни в одном отчете не написала и не указала присутствие российских войск на Украине Во-первых, будет правильно в Украине Это нормы русского языка Учите, пожалуйста Ваш президент говорит, что всегда вы в Украине И не только президент, а и институт Виноградова об этом уже сказал Это раз Во-вторых, когда на России говорят на Украине У меня впечатление вроде как вы вообще в школе не учились Это два В-третьих, смотрите Если мы говорим о парламентской миссии ОБСЕ Для того, чтобы проанализировать все отчеты Конкретно в отчетах написано, что в Донецк зашла российская техника Это надо превоплатить их много очень отчетов Для этого, чтобы этого не делать Миссия ОБСЕ парламентская Собрала всю одну кучу И назвала это резолюцией И в резолюции описала Что нужно сделать Какие итоги нужно вынести Из предыдущих годов Соответственно, по каким пунктам Ишла эта резолюция Поэтому в резолюциях написано Что парламентская миссия ОБСЕ Просит Российскую Федерацию Вывести из Донецка и Луганских областей Свои российские вооруженные фермирования Наемники и технику Поэтому, почему вы решили, что ОБСЕ-то не зафиксировало? А ведь оно есть? Российских, теперь я говорю Российских войск там нет Наемники были, да А российских войск, армии России Там не было по 22-й год А что такое военная российская фермирования? Подождите Давайте договорим Подождите Я не договорил Теперь В 94-м году Что ваши наемники делали на территории России И убивали российских солдат Объясняю Говорите Объясняю Есть такая международная практика Когда одна страна Покупает солдат в другой стране За деньги Вот, если вы говорите О Сашке О Сашке Бил им Я не знаю, каким образом Платили ему деньги Он добровольцем был Эта практика существует Но вы мне покажите, пожалуйста Где в Чечне были украинские танки Как они, украинские танки Проехали 98 единиц техники Проехала через границу с Россией На Кавказ И там остановились Покажите мне Где-то зафиксировано было Какой миссии ОБСЕ Возможно ООН даже где-то написал об этом Сейчас мне это расскажете И вопрос такой к вам будет Второй вопрос Что такое военное российское фермирование? Это что такое? Кто его формирует и спонсирует? Насчет танков я вам скажу Вы хотите сказать, что в Донецке не было Никаких танков Никаких техники не было? Не понял Я в Донецке На 14-й год Никакой техники своей не было? Какой своей? Украинской? Они что? Они что? В Донецке техники не было? Украинской техники, я спрашиваю Советской Советской, ну возможно У вас нет своего Подождите Украинской Украинской техники военной нет Я даже с вами согласен Потому что мы не милитаризированная страна Почему-то вы решили нас демилитаризировать А мы не милитаризированная страна Тоже да, какой-то вопрос интересный? Ну ладно Так поскольку у нас Советская техника Скорее всего Скорее всего какая-то техника была Там пару танков Скорее всего было Я не спорю А о чем это говорит? Смешно Сейчас американская Украинская техника Что у вас делать? Вам не кажется, что мы ушли от разговора? Друзья, это называется Злив Злив в унитаз Когда ты подводишь его До конкретных ответов У него ушли отглеваются И он сдувается Я сейчас не злюсь Я сейчас не злюсь Я сейчас сядю в медитацию Друзья, напишите Что вы думаете С приводу таких вот Зливуньев А какую Что вы преподаете? Какой предмет? Какой предмет? В данный момент география Так, химия Вон на доске Видите Формул куча Формул куча Еще на доске Всякие Да-да, я понял Формулы Так вы больше Беология Вы больше Образовательный предмет А вы где-то Из Окрайности России Или из Украины Откуда вы родом? Вы из Украины, наверное Да Я из Украины, да А вы откуда? С Украины? Конечно Город Старый Оскол Такой есть Старый Оскол Берггардовская область Конечно Чего же мы не знаем Хорошие украинские места Ну понятно Все начинают Вот интересно Начинаем про химию Заканчиваем политикой А вы с какой области? Киевская Хороший украинский город Ну Киев русский Хороший русский город Купленный поляков Слушайте А вы как? Был этим Ага Центром Российской империи Понятно Видите Да-да-да, конечно Слушайте А вы как преподаватель Сейчас мне Объясните мне Потому что я до сих пор Не могу понять Вот честно Не могу понять Пожалуйста Я буду молчать А вы мне объясните Одно Такой Очень важный вопрос Интересный Кстати вопрос Если я смогу Вы точно сможете Вы сможете Я в вас верю Потому что вы преподаватель И не просто Где-то А В старом Сколе Скажите Пожалуйста Вот смотрите Есть Нация Украинец Потому что существует Государство Украина Соответственно Если есть Государство Украина Значит Национальность Украинец Значит Нация Украинец Вот есть Например Бурятия Государство Бурятия Нация И национальность Это разные вещи Понятия Стоп Преподаватель Ай-яй-яй Ай-яй Преподаватель Тихо Не говори такого Не говорите такого Вас сейчас люди смотрят Вы что Пускай смотрят Такого нельзя говорить Преподавателю Нельзя Смотрите Есть Бурятия Есть Бурятия Есть государство Подождите Дайте я задам вопрос Дайте я задам вопрос Мужчина Дайте я задам вопрос Вот есть Государство Бурятия Государство Дакистан Государство Там Карелия Это государство. У них национальность Бурят. Существительная. Ты кто? Бурят. Потому что у тебя есть страна своя, есть государство в Бурятии. Соответственно, все признаки государственности присутствуют, как у нас у украинцев, как у немцев, как у финнов, у всех. И, соответственно, от этого существительное. Ты кто? Бурят. Итак, вопрос такой. А какое государство у русских? И почему русские прилагательные? Чему оно прилагает постоянно? То к одному, то к другому. Где же ваше государство? Вот что такое федерация? Это союз государств. Союз государств разных. Бурятия, Чечня, Дагестан. А где же государство русских? Почему нет нации такой, как русский? Почему это прилагательные, а не существительные? Вот вопрос. Вы очень плохо сформулировали этот провокационный вопрос. Вы, оказывается, плохо разбираете, что такое нация, что такое национальность. Почему? Государства в Дагестане нет. Есть. Вы понимаете, что в мире существуют федеративные государства, которыми федеративные устроят, которыми происходит Россия по национальному, территориальному признаку. Германия по территориальному признаку. Америка тоже по территориальному. Поэтому государства в Дагестане не существует. Существует. Мужчина, вы же преподаватель, вы что? Мужчина, вы же преподаватель, что вы такое говорите? Мне есть свои догоны, но вот давайте вы мне рассказывайте. Вот видите, оказывается, вы ничего не знаете. О, давайте. Так что вы хотели сказать? По-другому, дагестанец им существительный. Сейчас мы дойдем до этого вопроса. Смотрите, Дагестан, Конституция. Давайте. Дагестан, Конституция. Читаем текст. Нет. Вы, кстати, ее читали когда-то? Вы изучали его, нет? Зачем мне Конституция Дагестана? У нас 82, 89 субъектов. Вы так сходу сказали, что Дагестан это не государство. Вы так сходу прямо сказали, что это не государство, а это государство Дагестана. Давайте. Даю. Где написано? Читаем. Читаем. Республика Дагестан это единое демократическое правовое государство в составе Российской Федерации, выражающее волю и интересы всего. Составе Российской Федерации. Еще раз говорю. Единое демократическое правовое государство. То есть в этом примере это означает, что республика и государство это синонимы, как форма правления. А если вы этого не знали... В составе чего написано? Понятно. В составе Российской Федерации. Ну мы говорим о том, что это государство... То они обозначили это. Я обозначил это. Я сказал, что есть государство Дагестан. Я сказал, что есть государство Дагестан, которое находится в Федерации, в Российской Федерации. А Федерация это союз разных государств. Это Федерация как переводится. Это такое значение слово Федерация. Вот есть Футбольная Федерация, есть Государственная Федерация. А почему русские это прилагательные пока? Подумайте, я ищу пока Конституцию. Вы мне сначала объясните, почему русские это прилагательные. Я пока ищу Конституцию в Чикотской области. Подождите, что вы мне прибиваете? Если вам... Я не специалист по... Иди отсюда. Извините, это не вам. А кому это вот так? Собаке или человеку? Спасибо. Кому вы так грубите? Я там ученик пришел. Ооо, как... Друзья, вы чули, как с учнями спілкуется? Иди отсюда. От, звидки выховывается арабская нация. Ось, из выкладчиков таких, как Петр Володимирович. Сидите. Ось, он на себя взял ответственность. Вшить майбутнее поколение. Подивите. Иди отсюда. Людина пришла в свит сюда. Чисто такая добра дитина пришла в цей свит. Да? Батьки привели в эту школу, в технику. А тут такие сидят. Иди отсюда. Кошмар. И дитина такая думает. Эй, батьки, а вы меня чего привели сюда в цей свит? Чтобы она из меня рыба клепала, чи что? Пофиг, иди отсюда, сказал Петр Володимирович. Я офигею просто. Ладно. Ну, вот. Чукотский автономный округ является равноправным субъектом Российской Федерации и непосредственно входит ее состав. Что тут непонятного? Ну, как и Дагестан. Дагестан – это государство. Всем на своем направлении. Дагестан – это государство. А вы Донецку не хотели дать автономию, поэтому он с вами… А как мы можем дать Донецку какую-то автономию? Согласно какого закона? Уже вы не дадите в своем составе России. Видите, мы дали… Согласно какого закона Донецкая область должна была получить автономию? Это Донецкая область – это референдум. Они провели референдум? Согласно какого закона был проведен референдум? А им наплевать на ваши законы. У вас нет закона. Они с нами стали живут. Вот. Вот. Петр Владимирович… А вы по законам живете, да? Петр Владимирович… По законам? Конечно. Вы отменили русский язык по законам? Кто отменил? Да? Кто отменил? А что ты на нем разговариваешь? Украинскую мову давай? Я можу украинскую мову без проблем. Давай украинскую мову? Почему ты можешь? Ты думаешь по русски и русски? Я думаю украинскую мову. Потому что мои подписчики знают, что у меня в том и есть небольшая проблема, когда я спілкуюсь с русской мовой, я не всегда правильно вживаю роды. Например, собака в украинской мове – это он. А когда я спілкуюсь, например, с русской мовой и говорю, он побежал – собака. Побежал. Хотя собака с русской мовой будет она. Потому что у меня есть чуть-чуть, знаете, когда я швидко спілкуюсь с русскими и говорят очень так, не обдумываясь. У меня, бывает, проскальзывают такие слова. Поэтому моя родная мова украинская, и я нею думаю. Петр Владимирович, когда я говорю, у вас резко звук падает, как ваш цукор в крови. В ноль. Поэтому не нужно меня перебивать. Я вам дам слово. Я обещаю. Теперь даю слово. Голос, Петр Владимирович. Как там ты сказал? Как там Петр Владимирович сказал ученику? Пошел вон отсюда. Да? Преподаватель, блин. Фамилия как на украинской мове? А как будет русская фамилия? Фамилия как на украинском мове? Одно прозвищник. А как однофамилец по-украински? Я ответил уже. Как однофамилец по наукраинскому языку? Я ответил уже. Я ответил про это. Одно прозвищник. Нету. Вы его создали в украинском мове. Одно прозвищник. Что прозвищник? Еще раз тебе говорю. Вы не знаете. Because 80% разговаривают российский мове. Однопризвичник. Кто призвичник? А как будет по-русски фамилия, скажите мне, пожалуйста. Фамилия так и есть, по-русски фамилии. Нет, это латинское слово. Это латинское слово. А у вас призвище украинское, одно фамилию из по-русски. Однопризвичник. Алло, ты что с тобой, с кукушкой? Чем у вас? Кот называется кит. А когда говорите кота, буква о меняет. Чергувание называется в украинской мове. Поясню тебе, в украинской мове, поскольку эта мова очень широкая, глубокая, и в ней есть очень много слов синонимического ряда, в нашей мове 250 тысяч слов, на российской мове 150 тысяч. У нас на 100 тысяч больше слов. Поэтому, конечно, когда мы спілкуемся, у нас и чергувание в словах добывается. Кто? Кит? Кого? Кота. И в цьому есть широта нашей украинской мовы. И именно через это она была вызвана другая мовая в свете по милозвучности. Хотя деякие эксперты вважают, что она первая в свете перед итальянской мовой. Петро, какого хрена ты меня питаешь? Если ты не слушаешь ответы, скажи мне. Какого хрена ты параллельно за мной говоришь? Какие тебе на это ответы? Так, который в океане плавит. Подержи родителям, как он. А ну-ка, почему у вас отличается? Кто? Кит, который в океане плавит. Тут же тоже кит. Кит. Кит и кит. Разные вещи. Ну, кит и кит. Пускай. Что пускай? Вот я даю коту. А как ты скажешь, я даю киту? Почему ты не говоришь коту, не меняешь? Киту. Киту. Кому? Киту. А тут кит на кот меняется. Коту. Так само. Так говори киту. Что ты не кажешь киту? Что ты по-русски говоришь? Есть правила украинской мовы. Скажи, хорошо. Петя. Нету там правил. Петя, скажи мне, что такое МЧС? Не знаю, что ты украинский. Что такое МЧС, Петя? Да. МЧС, это что такое? Не знаю я МЧС. Давай про кота закончим. Не знаю. МЧС, я тебе сказал про кота. Не надо по-русски разговаривать. Давай я своим языком буду. Ну, то закрирует. Давай украинский язык. Украинской мовы. То стули пельку. Стули пельку, я говорю. Украинскую, пожалуйста. Петя, пожалуйста, державною мовою. Давай. Стули пельку. Державною мовою давай. Стули пельку, коли говорить українець, російський раб мовчить. Не перебивай мене. Петя, якщо ти будешь передо мной говорить, я с тобой не буду спілкуватися. Я тебе даю останній шанс. Я говорю, ти мовчиш. Потім ти мовчиш, я говорю. Не перебивай мене. Зрозуміло? Скажи мені МЧС. Слухай, слухай вас. Міністерство чрезвычайних ситуаций. Чому чрезвычайних? Адже слово звичайно, це обичне буде в російській мові. Для чого ви звичайно використовуєте в своїй мові? Давай, Петя, я тебе даю слово. Жги. Це русське слово. Це к вам воно прийшло. Ніет. А що ж мене використовуєте його зараз? Чому ви кажете обичних? Яких обичних? А що таке звичайно? Як перекладається на російську мову? Не знаю. Я не... Переведи. А, ти не знаєш? Я ж не українець. Обичних? Не знаю. І звичайно буде обичних. МЧС, Міністерство через звичайних ситуацій, має звучати так. Міністерство через обычних ситуацій. Чому у вас звучить через звичайний? Ви взяли українське слово? Ай-яй-яй. А слово колобок? Цікаво. У вас що слово кола є? У нього в АК кругли, да? Може круглобок буде правильно? Ай-яй-яй. І тут що-то не пошло дело. Так-так-так-так-так. А колокол? Колокол, да? Кол в середині кола. Ага. Так що виходить? Круглокруг? Круглокол? Ай-яй-яй. Що ж ви українські слова використовуєте? Петя, ми так можемо продовжувати дуже багато слов. А слово око? Очі? А почему же очки називаються? А не глазники? Не глазки? Що-то тут теж до гнів пішло. Що-то ви перекрали? Напиши, Петя, в гуглі список штучних мов. І подивись, що російська мова – це штучна мова. І не треба прив'язуватися до української мови. Тому що, ну, що я вам скажу? Російська мова – це штучна мова, северний діалект української мови. Петя, є у тебе ще якісь до мене питання? Давай, жди. Твой зв'язний час. Голос. Скажи мені, пожалуйста. Ми просто, да, можна? Ти ж вже говорив, но. Скажи мені. Кода возникла государство України? Все, Петя, пішов вам. Ну, друзі, я не бачу, що з ним смисла говорить. Він не вивозить розмови, він перебиває. Викладач. Чув ви, як він до свого учня? Викладач говорить. Подивіться, яка освіта в Фінляндії. Я всім ставлю приклад фінів. Я дуже хотів би поїхати в Фінляндію, набратися в них досвіду, як правильно виховують дітей. В цілому, як правильно дітей виховують. А ще більше, як їм правильно давати освіту. Для того, щоб виростали не просто розумні, а психологічно врівноважені і розумні люди, які потім з цими знаннями можуть в житті оперувати. Не просто набратися знань, закритися в коморці, подавленим психологічно, через те, що школа тебе зганьбила і навязала на тебе купу психологічних травм. А фіни, Фінляндія, вони красавці. Якщо в мене є підписники із Фінляндії, друзі, не пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Як правильно давати людям освіту, дітям, щоб вони були вирівноважені психологічно, а не зірвані? Це дуже важливо для мене. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайкос, коментувати і, як завжди, слава! Дякую!